Сейчас я сделаю так, что вы больше никогда не будете жаловаться, что английский или какой-либо другой язык сложные. Как мы формируем числительные в английском языке? Десятки. С помощью суффикса t. Правильно? 20, 30, 40, 50. Как мы это делаем в немецком? Суффиксом цих. 20, 30, 40 и так далее. Извиняю за мой акцент. Как мы это делаем в испанском? Суффиксом ta. 30, 40, 50, 60 и так далее. Как это делается в китайском языке? Казалось бы, ну китайский же самый сложный язык на свете. Мы просто берем числительные и ар-сан-сэ-у. Опять прошу прощения за мой ужасный акцент. И просто добавляем десятку. То есть если мы хотим сказать 12, то вам нужно просто сказать 10 и 2. Ш-ар. 13, ш-сан. И в обратную сторону для десятка. Если мы хотим сказать 20, то это ар-ши, а 30 сан-ши. Все элементарно. А теперь давайте посмотрим на русский язык. 20, суффик цать. 30, суффик цать. Откуда, блин, дальше возникает 40? Что такое вообще 40? Где суффиксы? Как из 4 мы превращаем это в 40? Хорошо, 40 это исключение. Что идет дальше? Уже не суффик цать, а 10. 50, 60, 70, 80. Но почему же не 90, а 90? Там же нету 100 еще. Но вот скажите вы теперь мне, английский сложный или нет? Мне кажется, даже китайский не сложный по сравнению с русским.